Всем привет! Еще раз, или просто привет, просто я сейчас сняла два видео. Одно я еще не знаю, когда выложу, но надеюсь, что в ближайшие пару дней. Вот, одно видео, если выложено сегодня, вот это, собственно, видео, оно будет... что, у меня сегодня на голове какая-то вообще ловудень редко, если честно, но люблю, люблю пучок, ничего не могу поделать. Итак, я вам уже недавно рассказывала о том, что мне пришла посылка, и я попробовала все, что там было, включая кларисоник, он мне понравился, но пока, конечно, никакого особенного эффекта я не вижу, но когда он будет, я вам подробнее расскажу. А сейчас хочу поговорить вот об этих вот вещах, о трех кисточках и о двух пробниках, которые мне дали, потому что это восторг, девочки, вы должны об этом знать, поэтому я решила вам об этом рассказать. Итак, восторг просто, давайте, я не знаю, с чего начать, мне все так понравилось, давайте со стилы я начну. Итак, у меня был, я название потом оставлю внизу, что-то камера у меня, где все фокусирует, что-то мне не нравится, какой-то звук там дурацкий, поэтому, может быть, в общем. Это вот такой вот, это, по-моему, они на сайте писали, что это, по-моему, BB-крем, но я еще посмотрю, я вам напишу точнее, называется Stay All Day 10 в 1, HD Beauty Balm. У меня нет слов, просто нет слов. Это восторг. Я пойду себе куплю такой на лето, я не знаю, на зиму, на осень, на все времена года. Он, ну, имеет тут кое-какой оттенок, сейчас я вам покажу. То есть, когда люди говорили, и я, собственно, тоже, вот он такой оттеночек, мы его разносим, 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 он у нас аккумулируется к нашей коже и подстраивается под нее цветом. Матирует немножко, по-моему, да. Когда я говорила, что эта тональная основа незаметна у меня на лице, я это говорила, действительно, я так думала, и я ее сравнивала с тем эффектом незаметности, который, господи, что мне за рога торчат, давали мне предыдущие тональные основы. И вот если вот сейчас говорить о том, как она незаметна на лице, она сейчас у меня на лице, то можно все остальное выбросить вообще сразу. А вот это реальная вещь, которая незаметна на лице. Конечно, может быть, я не очень много пропал тональных остов, хотя, ну, блин, достаточно, мне лет уже сколько. Вот, но вот это прям что-то фурорно, просто фурорно. Это вообще ее не видно. То есть ощущение, что у меня очень ровная кожа, что я такая офигеть, офигеть какая ухоженная, но никакой тональной основы на мне не видно. Я еще посмотрю, как она себя будет вести в течение дня, пока ведет нормально, но я имею, то есть там вечером просто последние мои тональные основы, под вечер как начинают слезать, скатываться, и эффект, ну, не очень красивый, сами знаете. Я посмотрю, как будет себя вести это еще повнимательнее, что называется. Потому что пока я просто в восторге. У меня лицо на миллион долларов, девчонки. Поэтому куплю себе полноразмерную версию. И дальше вот этот вот пробник. Seals Booster XL от Lancome. Это праймер для ресниц, ну, под тушь. Я от нее вообще ничего не ждала. Я не верю в эти все праймеры. Слух, я их не пробовала, все какое-то объединение. Но это классная вещь. Я ее, правда, пробовала и с Lancome тушью, и с Essence, и везде. Сейчас они у меня тоже на лице, на ресницах. Я не знаю, что вам видно, но мне видно, что ресницы у меня просто до небес. И мне очень нравится. Я бы, наверное, купила бы такую, ну, нормальную. Хотя мне это хватит. Я знаю, что такие пробники. Я их все пользуюсь ими очень долго. Я не знаю, как у людей они за два дня заканчиваются. Поэтому, я думаю, мне ее хватит до лета еще. Вот. Но купить полноразмерную версию, я думаю, потому что эффект поразительный. Я не желаю никакого эффекта. Ну, потому что, что, может быть, подумала я. Эффект есть, эффект восхитительный. Единственное, что у меня свои ресницы хорошие. Ну, правда, ну, такие нормальные, средние нормальности ресницы. И, честно говоря, наверное, может быть, поэтому. Может быть, если у меня были бы такие маленькие прямые реснички, может быть, эффекта бы не было. Но на моих ресницах эффект поразительный, и я его не ожидала. Поэтому для меня это приятнее, не знаю, в 10 раз. И теперь кисти. Ими я уже успела попользоваться, естественно. И я тоже, в принципе, я ожидала, что они будут классные, потому что они все-таки ревью все шикарные, и мне тоже понравились. Как я их использую? Эту я использую под тональный крем, ну, наношу тональный крем. Она офигенная, она хорошая, она мне очень нравится, мне ее как бы не жалко. То есть, например, у меня есть вот такая вот кистика Duo Fibra от MAC, мне ее жалко. Вот чисто у меня стоит, я на нее смотрю, я на нее молюсь и думаю, о-о-о, и тебя я буду беречь до какого-то особенного дня. Особенный день пока не приходит, поэтому я пользуюсь ей очень модно. Короче говоря, вот эту кисточку мне как бы жалко и не жалко, например, она очень классная. Она дешевле, чем кисть похожая у меня была от Sephora. В каких-то моих видео у меня она была, я примерно говорила про Sephora кисть, но та у меня сломалась. Эта точно такая же, но очень хорошая, мягкая, хорошо набитая такая, в общем. Мне кажется, она будет, может быть, немножко сложно вымываться, но это такие мелочи, да. Нравится. Для тональной основы супер. Вот этой кистью, эта которая с Setting Brush, да. Я ей наношу только пока консилер. Именно, собственно, я ее покупала для этих целей, наносить консилер. Мне очень нравится, она гораздо лучше с этим справляется, чем у меня была такая миниатюрка, кисточка, я вам ее тоже показывала, от MAC, такая, ну, классическая, наверное, основа. Я ей наносила. Это гораздо мягче, гораздо более зонтая, это под глазами, ну, сами знаете, нежная. Гораздо больше мне ей нравится. Она очень хорошо все растушевывает, никаких границ, ничего не видно, эффекты обалденные. Вообще, мне очень нравится сегодняшний мой макияж. Мне кажется, я такая весенне-летняя и прям пипец какая свежая. Свежечок. Вот, в общем, нравится мне эта кисть очень. Я еще думаю, ей хорошо носить хайлайтер, но хайлайтер я наношу также этой кистью. Ею я наношу свои, вообще-то, румяна, вот эти, которые от Философии, мягкие, кремовые, либо мэйбелин, мэйбелин, еще нет. Тоже сегодня наносила ей, естественно, все. То есть она, я наношу таким вбивающим движением, и мне кажется, это очень хорошо, потому что, по-моему, у вас каким-то пятно, вот это все видно, но на самом деле в жизни эффект, что у меня, знаете, такая прям дымка, то есть как будто бы прям я вся такая ухожена, свежая, и все это естественно. Все это мне дала природа, никакой косметики. В общем, вот таким вбивающим движением я наношу ей румяна, и вот так вот, таким как бы, ну, мажущим движением наношу хайлайтер. Очень мне нравится, эффект обалденный, я от всего в восторге, поэтому дни мои идут просто шикарно, я уже в предвкушении весны. Девчонки, обязательно возьмите что-нибудь себе из этого попробуйте, попробуйте себя весной, перед летом. Я посмотрела, ну как это, сводку погоды, в конце недели у нас плюс 8. Ха-ха-ха, я уже надеюсь на тепло, я больше не могу видеть эти сапоги, шубы и так далее. Ну, шубы у меня здесь нет, здесь бы меня побили, наверное, убили бы, не знаю, выбриснули бы на меня краску. В общем, здесь у меня пальтишко. Да. Собственно, в общем, и такой получился обзор, немножко суббурный, но очень, мне кажется, эмоциональный, потому что все мне действительно очень понравилось. Девчонки, всем спасибо за просмотр, всем пока!